Спустя 13 лет супружеская пара Болливуда Абхишек Батчан и Айшвария Рай Батчан все еще считаются сладкой парой. Их свадьба стала свадьбой десятилетия без социальных сетей, и все мы до сих пор помним сияние Айшварии в ее традиционном Каджафрам Сари и Абхишека, который выглядел как принц на белом коне. 20 апреля 2007 года Айшвария и Абхишек обменялись свадебными клятвами. В 2011 году они были благословенны красивой девочкой, которую они назвали Аратхия Батчан. Их свадьба была одной из самых больших свадеб в Индии. Для тех, кто не знает, Айшвария выбрала красивое золотое Канжеварам Сари. И ее традиционные украшения добавили больше очарования ее внешности. Прежде чем сказать вам цену прекрасного Сари, позвольте рассказать вам о дизайнере, создавшем этот шедевр. Великолепный ансамбль был сделан модельером Нитой Лулой. И Сари имела красивую золотую кайму с большим количеством дорогих кристаллов. Сари было украшено настоящей золотой нитью и множеством кристаллов. И цена Сари была 750 тысяч рупий. И это было самое дорогое Сари. С другой стороны, Абхишек дополнил Айшварию белым шерване с настоящей золотой работой на нем. Однако именно выбор украшений придавал его облику, законченность и остроту. В прошлом году дизайнерский дуэт Абуджан и Сандип Хасла выпустили невидимую свадебную фотографию семьи и наряд, который они придумали для бачанов. Официальная страница дизайнерского дуэта опубликовала фотографию и изложила мысль, лежащую в основе дизайна. 2007 год свадьба за пределами сказки. Джая Бачан приняла их работу с тех пор, как открылся их первый бутик Мата Хари. Она всегда была страстной сторонницей их творческих замыслов, а мальчики, как она ласково их называла, знали Абхишека и Швету с детства. Они нарядили жениха в короткую шерване из голубой серебряной парчи, украшенную Гота Ришамом, камнями и жемчугом. Для Айшварии они создали вышитый постельный набор Ришам Тхарга, который сиял блестками и камнями, и дупату, которая была также богато украшена. Свадьба была воплощением очарования и изящества, и память о ней остается свежей в наших сердцах. В 2016 году в интервью Абхишека и Айшвария рассказали о своей идеальной супружеской жизни. Однако самым ярким моментом стало признание Абхишека в том, что он планировал катастрофическую ночь свидания. Абхишек признался, что пытался организовать романтический ужин при свечах для своей жены Айшварии, но это был грандиозный провал. Актер поделился. Итак, это для мужчин во всем мире. Не верьте, что ужин при свечах на пляже самая романтичная вещь в мире. Я пробовал это сделать на нашу годовщину на Мальдивах, и это было катастрофой. Во-первых, ветер гасил свечи. Во-вторых, в нашей еде был песок, поэтому на вкус она была ужасная. Я скажу вам, ребята, просто не делайте этого. Я думаю, что самая романтичная, самая крутая вещь моей жене, это то, что я могу часами просто гулять с ней. Мы можем говорить всякую чушь или вести углубленный разговор часами. На самом деле, мы провели целые ночи, просто разговаривая. Я думаю, что это самая романтичная вещь, которую вы можете сделать для своей жены. На самом деле, просто быть рядом с ней, говорить и слушать.